Во всём мире известна книга рекордов Гиннеса. Она впечатляет всех, кроме русских. Ну, собственно, а чё русские не могут? До половины этой книжки каждый может выполнить. Ну чё там, яблоко толкать носом по дороге 9 километров, ну чё? Ну, две бутылочки пивка выпил, и если там третья стоит, он дотолкает. Отнеси её на 12 километров, он и на 12 километров. А чё, по пьяни выпасть с третьего этажа, не может остаться живым? Да у нас полстраны таких, которая выпадала. А плюнуть с разбега на 9 метров? Да полчаса тренировок и всё. Поэтому у нас в России готовится к выпуску новая книга рекордов Гиннеса. Российских рекордов Гиннеса. Самый долгий поцелуй зафиксирован в Хабаровске, когда восьмилетний Вова зимой прикоснулся губой качелям. Самый сильный мужчина живёт в Норильске. Он способен зубами оттащить на 3 метра жену, зашедшую в магазин шут. Самая некрасивая девушка живёт в Сызране. Когда она загружает в компьютер свои фотографии, иконка фотошопа начинает дрожать. Самые психованные люди живут в посёлке Спокойный, где скорость интернета 1 килобит в секунду. На музыкальной премии «Золотой граммофон» зафиксированы самые продолжительные аплодисменты. Во время выступления Сергея Зверева его люди выпустили в зал комаров. Самая большая плоскостопия у жителя Москвы, который задумался на эскалаторе. Самым бесстрашным оказался житель Саратова. Он в час пик зашёл в автобус с беляшом. Нормально, нормально, я подожду. Мне, собственно, торопиться некуда. Самый религиозный человек живёт на Соловках. У него на груди 75 куполов. Нормально в теме, народ. Самый двуличный человек в России живёт в Твери. У него дома 666 икон. Но-но-но-но-но-но. Соображаем. Ладно, попроще. Самую дорогую смс-ку написала пенсионерка из Рязани. При её написании она потратила 10 тысяч рублей на звонки внукового Владивостока, чтобы узнать, как отправить смс. Самый жуткий алкоголик, сторож Челябинского зоопарка. Благодаря ему зоопарк каждую ночь пополняется новой белочкой. Самый занудный человек живёт в Пензе. Даже смотря порнофильму, он пытается отыскать киноляпы. Самый виртуозный баяниц живёт в Химках. Возвращаясь ночью со свадеб, он наигрывает полёт шмеля на кнопках домофонов. Рекордное количество раз уступал старушкам своё место в автобусе алкоголик Петрыкин, работающий водителем автобуса. Самый массовый в России дайвинг зафиксирован в 1242 году на льду Чудского озера. Самый честный гаишник. Номинация пока свободна. Рекорд по гибкости суставов. Шесть человек поместились в багажнике автомобиля после того, как попытались ограбить Николая Валуева. Самое необъяснимое явление произошло в Тольятти, когда на производство поступила Лада Калина в кабинете главы автоваза замироточил портрет Путина. А самая добрая блондинка живёт в Балашихе. Самая добрая блондинка. Она скупает в магазине живых карпов и отпускает их на волю в лес. На праздник Ивана Купалы дольше всех водили хоровод вокруг костра жители деревни Васюки. Хоровод не мог остановиться в 8 часов после того, как в костёр случайно попал куст конопли. Ну а самую длинную в мире лапшу приготовили жители Москвы Дмитрий Анатольевич и Владимир Владимирович. Американцы столкнулись с изощрённым воровством только когда эмигранты приехали в Америку. Наши! Из Советского Союза, из России. Американец. Случай гениальный. Американец приехал в супермаркет. На велосипеде. Настоящий американец на велосипеде. Запаковка с корзинкой. Взял корзинку, отстегнул от велосипеда. Велосипед приковал цепью к дугам специальному супермаркета. Всё. Цепь, замок и ушёл. Наш наблюдал из-за кусточка за Америкосом. То, что нашему пришло на ум, за это можно награждать Нобелевской премией. Это великое изобретение. Как только Америкос зашёл в супермаркет, наш взял свою цепь, свой замок и приковал заднее колесо американца. Не американца, что я говорю, заднее колесо американца. Заднее колесо велосипеда американца к другой дуге металлической. Не-не, это догадаться невозможно. Американец вышел, отстегнул своё колесо. О, какой-то дурак. Не знает, что не дурак, далеко. Дурак приковал в другое колесо. Случайно, думает американец. Надо пойти сделать объявление в супермаркете. Поняли? Гениально. Только наши могут понять, что произошло. И ушёл. Наш отстегнул и уехал. Причём с его продуктами. И радовался, что американец нам много купил. И знаете, что самое приятное? Что историю знают свою на Камчатке? На Камчатке есть уникальный памятник, которому ездят фотографироваться молодожёны. А памятник погибшему в 1853 или 1854 году, я не помню точно, который год, но начало 50-х годов 19-го столетия. Произошла битва между англо-французской эскадрой и защитниками Камчатки. И никто сегодня об этом не знает. Дело в том, что Англия хотела сделать колонии Камчатку и Приморский наш край. Но это вычеркнуто событие из всех энциклопедий, естественно, из всех учебников. И была страшнейшая бойня. Англичане и французы высадили 2500 человек десанта будущих натовских морпехов. Губернатор Камчатки Завойко сказал жителям Камчатки, мы в 1812 году били врага и сейчас должны все объединиться. Объединились офицеры, казаки, солдаты, мужики, бабы с вилами вышли на защиту. Это произвело страшное впечатление на будущих морпехов натовских. Для них это были Годзиллы, я вам должен сказать. А Завойко оказался настолько умным стратегом и тактиком, что он их заманил штурмовать в сопку. Я, знаете, они тупые были еще тогда. Я даже без оружия бы не полез на эту сопку. А эти рванули. И защитников было 900 человек непрофессионалов против 2500 профессиональных вояк. И когда те поняли, что они не могут занять сопку, решили пройти в обход. А там бабы с вилами. Погнали их с таким позором обратно в бухту Авачинскую. И вот далее никто в мире теперь не знает, что адмирал Прайс, англичан, который командовал. Все этой операции военной застрелился прямо у берегов Камчатки. Это такой был позор. А почему они пришли на Камчатку? Еще одно событие, о котором никто не знает. За три месяца до этого они пришли на Кольский полуостров. Они стали обстреливать Соловецкий монастырь. Тоже никто не знает. Есть один враг у России. Это не Америка. Всегдашний. Это Англия. Она всегда кого-то натравит на Россию. Собственными руками нет. На Севастополь она натравит Турцию, она натравит Францию. Три страны не могли взять один город. И это они называют победой. 12 месяцев длилась осада Севастополя. А пришли они в Севастополь после того, как потерпели поражение на Кольском полуострове. Где снова вышли монахи, казаки, вышли солдаты, офицеры. Бабы с вилами. Но они же не знают, что это у них бойфренд, а у нас бойбаба. И даже есть легенда, которую могут рассказать вам только старцы-монахи в Соловецком монастыре. Когда начался последний обстрел стен монастыря со стороны английской эскадры, из монастыря с земли взмыла стая птиц. Нашинская легенда, только русские такое могли придумать. Взмыла в небо стая птиц, полетела в сторону эскадры военной и так обгадила палубы, что они не могли стрелять, скользили все. И вот интересно, что в Петропавловске вот тот же умница губернатора, которому очень много написано в отцовской книге «Война за океан». А книга как раз и посвящена подобного рода событиям. Был такой премьер-министр Англии Пальмерстон. Его знаменитая фраза, такой «Черчилль того времени». Он сказал фразу, которая очень была известна в мире. «Таким несправедливым кажется мир, когда с Россией никто не воюет». Вы знаете, что если русские моряки встречались в Сингапуре или в Гонконге, в какой-нибудь таверне или в кабаке с английскими моряками, обязательно была драка. Обязательно. Эта ненависть в крови была. А почему? Потому что для русских главная природа. А англичане, моряки, стреляли чаек. И наши моряки не могли им это простить. И так их били беспощадно по кабакам, что англичане изобрели бокс. Но они же все профессионально должны делать. Они не знают, что для наших это забава. Стенка на стенку старинная народная. И этот удивительно остроумный, интересный человек Завойко, губернатор Камчатки, он сказал после битвы, вот кто может сегодня это сказать из современных политиков? Похоронить надо и французов, и англичан, и русских в одной могиле. Вот что такое братская могила. Вот к этой могиле сегодня и ездят фотографироваться молодожены на Камчатке. Зачитываю письмо как есть. Вот какие умные люди пишут. Ведь хорошо, владеют стилем. У нас в деревне был такой случай. Одна хозяйка поставила брашку на пшеницы. Когда выгнал из нее самогон, оставшееся зерно высыпало за баню. Гуси. Придя домой с озера, увидали эту пшеницу, наклевались. И отвалились в счастье. Хозяйка, придя с вечерней дойки, обнаружила за баней своих сдохших гусей. Со слезами на глазах полночи теребил и с них пух. Ну, чтоб какая-то польза была с гусей. А гусей скидала за баней. Решив, похороню на утро. Ранним утром на озере местные рыбаки долго не знали, как им протрезбеть. По берегу озера шагают голые гуси. Смешнее жизни не может быть ничего. Вот, например, объявление в газете. Как я мог не хохотнуть? Тайский массаж тайскими руками. Представляете, у тайцев руки отрезали и массаж делали. В Питере офис экстрасенса, табличка на дверях. Потусторонним вход воспрещен. В Самаре реклама энергосберегающих светильников. Переводим с того света на этот. Кулинария. Надпись на витрине. Уважаемые покупатели, при покупке свекольных котлет более 50 штук. Фоторамка в подарок. Объявление в одной из кубанских газет. Я не знаю, что... Мне было смешно, хотя смысла я не понял. Жугам смерть, пенсионерам скидки. Какая-то загадочная жизнь в стране бывает. Косметический салон у нас в Крылатском. Лицо женщины, тире, ее ногти. Вот это менеджерами страна наполнилась. Они же не понимают, что они пишут. Комментатор, молодой. Время чемпионата Европы на Украине. Игроки голландской сборной еще вчера жаловались на плохое качество травы. По каналу ТВЦ передали новость. Оперативники столичного УВД накрыли квартиру, где жили, и оказывали услуги жрицы любви. Однако, для того, чтобы попасть в эту квартиру, нужно было знать пароль и быть постоянным клиентом. С целью разоблачить бордель. Оперативникам пришлось на 4 месяца стать постоянными клиентами этого заведения. Я вам говорю, смешнее жизни ничего не может быть. Я иногда это читаю, у меня перекашивает весь организм. Новость по радио. Супер. В Волгограде будут устанавливать на троллейбусы систему навигации. Молодцы, вы еще соображаете. Причем, следующая часть разы, которая не позволит троллейбусу отклониться от маршрута. А ведь троллейбусы, они всегда вот раз и за угол так завернут, отклонятся. ЗАГС. На двери ЗАГСа. Среда. Написано. Оформление записей в документах. Четверг. Исправление ошибок, сделанных в среду. Мужик с Урала написал. Вот как этот народ может жить хорошо, если подобное творится в стране? Живу в деревне. В деревне есть своя пекарня. Объявление в пекарне. Если вам в хлебе попадется болт, просим вернуть его в пекарню. ЗАГС. Ну и как этим людям могут помочь выборы? Вы можете мне сказать? Разве их жизнь зависит от медведевых? Всем же успехом верить в выборы и верить в то, что прилетит метеорит и всех накормит можно. Растяжка в городе Воскресенске. Перед больницей. В нашей больнице можно не только лечиться, но и вылечиться. Это остроумно. Мне пришлось зайти в одну поликлинику, такую районного значения. В общем, я не люблю ходить в поликлинике, там меня узнают, пристают, давайте сходкаемся. Я не для этого хожу в поликлинику. Но тут пришлось зайти, но не зря. Лаборатория. Написано. Прием анализа в мочи. Направление подавайте в руки. В скобках. У нас сквозняк. А закрыть окно вот не придет на ум нашим. То есть они лучше всех их забрызгают. Мужчина написал. Недавно пришел в больницу в травматологию. Мне представила операция, надо было пластину из ноги вытащить. Но перед этим хирурги сказали, сходите, купите две отвертки, а то наши могут не подойти. Но эта медицина полный голодец. Реклама стоматологической клиники. Замечательно. После нас ваши зубы станут вашим украшением. А они не понимают, что пишут. Я говорю, это слабоумный народ. Мужчина пишет. Брянская поликлиника. Очередь в регистратуру. Старушка просит талон к врачу не на сегодня, а на завтра. А ей в ответ. Готовы? Да вы еще до завтра доживите. Ласково так. Бабусь. Да вы еще доживите до завтра. В интернете реклама строителей. Занимаемся сношением деревянных домов. Это страшно. Вы видели, как когда-нибудь сношение происходит у деревянных домов? Так-то мы видели, конечно, у других домов. Реклама турагентства. Мы пустим вас по миру. Производим чистку подушек у вас на глазах. Всю жизнь мечтал, чтобы мне на глазах подушки почистили. Есть такой городишко, Гжель, неподалеку от Москвы. Растяжка при въезде в этот городишко над дорогой. Гжель-синь России. Торгуют гастарбайтеры арбузами. Вот тоже соображалки набрались у нас, славян. Написано на лотке объявления. Оплати четыре арбуза и бери арбузов, сколько унесешь в руках. Ну, реальная замануха для лохов. Объявление на столбе. Ищут зарплата дателей. Гениально. Работа дателей, прошу, не беспокойтесь. В газете. Потомственный алкоголик быстро и безболезненно снимет кодирование. Надпись на окошке ларька. Всем стучать громче. Мы где-то здесь. Табличка на киоске. Написано. Стучите вот так. Тук-тук-тук. А ниже от руки кто-то добизал. А можно блямс-блямс-блямс? В газете. Объявление об услугах экстрасенса. Предсказательница с седьмым коленом. Вот седьмым. Она в Чернобыле родилась. У нее семь коленок. Может, девять. Не знаю. Вот. Они ведь пишут сегодня. Этих ведьмаков разбилось. Они пишут книжки. Как от чего лечиться. Полезные советы. Миллионные тиражи. Значит, кто-то читает. Кто-то это делает. Кто-то может сделать вот это. Полезные советы. Книга. Глава. Как выжить пешеходу на дороге. Интересно. Я же не знал. Вот дожил до седых волос. Лысых волос. Не надо над возрастом смеяться. Я еще раз говорю. Прежде чем переходить на зебре или на светофоре. Вы записывайте. Необходимо убедиться, что автомобили стоят или вас пропускают. О, какая свежая мысль. Для того, чтобы понять намерение водителя, надо, записывайте, посмотреть ему в лицо. И если наладится контакт, то, может быть, он вас пропустит. Нормально? Может быть. Так его может и не пропустить, честно говоря. Заговор на зубы. Мягкие зубы, волосатые губы, помните? Если у вас мягкие зубы, подойдите к рябине, погрызите ее, приговаривая, рябина, вылечи мои зубы. Непонятно, как с мягкими зубами я рябину грызть буду. Они же у меня вообще развалятся. А совет, как вам нравится, как починить шарик для пинг-понга. А купить не легче новый. Как избавиться от мышей? Вот. Если в вашем доме обосновались грызуны, перед отъездом в город рассыпьте по полу золу. Одно ведро на один квадратный метр. Я такое количество золы за всю жизнь не соберу оставшуюся. 125 бедер я должен собрать. А главное, зачем? Ага, он зачем. Зола будет прилипать к мышиным лапкам, раздражать их, тем самым создавая мышам дискомфорт. Не выдержав издевательств, зверьки покинут помещение. Скажите, это кто-то делает вот это все? Гадание на воде. Девушки берут несколько двухсотлитровых бочек. Берут и несут. У них все годзиллы в этом жанре. Наполняют их водой и сидя ждут, пока вода испарится. Вы знаете, сколько надо ждать двухсотлитровую, чтобы испарилась? У кого из девушек вода испарится быстрее, та и замуж раньше всех выждет. А остальные просто подохнут, ждать будут, пока испарится. Средство избавляющее написано от вен на ногах. От. Не для вена, а от. Нет вен после. Ой. Поймайте двух лягушек. Хорошо. Промойте их под проточной водой. Хорошо. Перевяжите лягушек к ногам там, где у вас вены. Обмотайте их теплым шарфом. Не пугайтесь, если лягушки начнут брыкаться и будут пытаться вырваться. Через пару часов все утихнет. Держать 12 часов. Друзья мои, это как медицина должна была довести наших людей, чтобы в это можно было поверить? У многих болит спина. Опять предлагаю прислушаться к этому совету. Чтобы не болела спина, надо не бойзно это читать. Потому что у меня тоже бывает боли в спине. Вот я буду так делать. Надо, если боль в спине, увидев первый раз в году пролетающих журублей. Семь раз перекувырнуться через голову или сбоку на бок. Скоси в глазах переносицу. И с криком, изыди боль. Ну, жена меня точно в сумасшедший дом отдаст, если я так буду в глазах переносице. Журавлей увидел, все, крышу снесло, мозг на атом и распался просто. Поскольку я живу, ну, большую часть жизни провожу в Латвии, мне очень всегда забавно смотреть на названия каких-то учреждений, кафе, ресторанов в России. Такого в Евросоюзе быть не может. Там все должно быть по инструкции строго. В Москве есть фирма, например, она занимается установкой каминов. Название фирмы. Камины делает. Везувий. Образное название для камина. Санкт-Петербург. Магазин «Честное мясо». Я не знаю, как мясо может быть честным, может быть врунливым. Магазин сантехники. Называется «Дядя в ванне». Название магазина модной одежды «Гаврош». Вы хоть видели, как гаврош одевается? Город Ижевск. Рядом со следственным изолятором кафе. Тюремок. Мебельный магазин «Формула стула». Что это такое? Это для лаборатории, куда анализы сдаются. Иркутск. На базаре «Бадья» с маленькими огурцами. Маленькие огурцы. Но лохам надо впендюрить. Написано «Дети огурцов». Вот. Тот же жанр. На базаре «Чёрные перезрелые бананы». Надпись на ценнике «Бананы, Чёрный принц». Ну. Чтоб кто-то повёлся на это дело. Ой. В Москве название «Чебуречный». «Чебурленд». Поезд «Экспресс». Владивосток, Москва. На поезде написано «40 лет в пути». Питер. Магазин пиротехники. Название фейерверка. Фейерверк называется «Прощай, школа». Вот умеют, когда хотят правду вынести в название. Реклама колбасы в автобусе. Колбаса докторская. В скобках. Мы готовим только из своего мяса. Молодцы. Вот. Пошла в магазин, пишет женщину. Видела табличку. Ушла курить. Вернусь поздно и пьяная. Ну в каком это народе еще возможно? Магазин одежды для беременных. Слоган. Вы еще не беременны? Тогда мы идем к вам. Но остроумных у нас много. В интернете статья о движении тектонических плит. Гавайи движется в сторону Японии со скоростью 10 сантиметров в год. Первый комментарий нашего пацана. Японцы скорее их дождутся, чем курилы. Знаете, вот я вам зачитаю несколько писем из моей почты. Мне даже книжки покупать не надо юмористически. Еду в междугородном автобусе. Весна, закат. Один подвыпивший пассажир попросил водителя остановить. Вынушите. Вышел. Мы ждем. Нет его 5 минут. 10, 30. Заволновались. Водитель решил идти его искать. Вдруг появляется. Счастливый возвращается мужик. И заходя в автобус говорит. Такая красота. Девушка написала. Недавно чуть не померла от страха. Представляете, просыпаюсь в кромешной тьме в узком ящике. Первая мысль. Умерла клинической смертью. Похоронили заживо. Потом дошло. Уснула в солярии. Как этот народ может верить выборам вообще? Прихожу с работы. Вижу на кухне картофанчик в мундирах. И соусик экзотический. Какой стиль. Сел жрать. Макаю картофанчик в соусик. Вкусик странноватый. Но жрать можно. Тут зашла жена и орет. Придурок, чё жрёшь мою маску для лица? Причём, знаете, у нас пониженные чувства опасности. Вот тоже женщина пишет. Зашла в автобус. Смотрю, пакет стоит чей-то. Вот и спрашиваю, чей пакет? Никто не отвечает. Я говорю, да надо водителю сказать. Может, это террорист оставил. Знаете, что ей отвечают? Да не волнуйтесь, мы его уже пинали. А это пишет мне сантехник. Меня пригласила одна женщина прочистить её унитаз. А я ничего не могу понять, в чём спрашиваю. Чё это такое? Она сначала не хотела говорить, а потом говорит. Да понимаете, мне неохота было новогоднюю ёлку выносить. А ведь на выборы ходила. Верит, что выберет правильного человека. Она её по кусочкам разрезала, и унитаз стала спускать. Слушайте, какая позорная смерть для ёлки. В колхозе мужики украли корову под Сочи. Погрузили в кузов машины, повезли полями. Но милиция не дремлет. Остановила. Документы на корову предъявите. А мужички говорят, какая корова? Он говорит, у вас в кузове корова. Вот предъявляй. Он говорит, у нас в кузове корова. Он говорит, чё ты придуриваешься? Иди смотри. Он вышел, два мужика вышли, смотрит корова. Он говорит, как ты, сволочь, сюда собралась? Мужик гуляет с бультерьером, мимо идёт девушка. Ой, какой пёсик бультерьера. Можно погладить, мужик? Можно, заодно и покормишь. Вы знаете, мне прислали в письме, за что русских увольняют с работы. Такого в мире нет. Ой, в течение недели приносил на своё рабочее место тополиный пух и поджигал. Неожиданно выпрыгнул из шкафа, напугал деловых партнёров фирмы. Это только славяне могут. Подложил на стул своего коллеги канцелярскую кнопку, но сам сел на неё. Тем самым показал свой низкий умственный уровень. Выпал из окна курилки второй раз за месяц. Второй год не выходит из отпуска. Поспорил со своим непосредственным руководителем на 100 долларов, что он не сможет его уволить. Прямо на рабочем месте курил какую-то гадость. Глупо смеялся. Отказался написать объяснительную, мотивируя это тем, что не может взять в руки лист бумаги, так как это руки не его. Парень написал. Недавно познакомился с девушкой. Первый раз пошёл к ней в гости. Она заядлая кошатница. Дома три кота. Решил произвести на девушке впечатление. Готово? Намазал свою одежду валерьянкой. Это письмо от блондинки. Вы шутите про блондинок? А парни бывают ещё тупее, чтоб вы знали. Познакомилась тут с одним. Пригласила в гости. Попросила купить в аптеке что-нибудь к чаю. Так этот дядя припёр мне гематоген. Я не могу. В Москве, в Кремлёвском дворце, проходил концерт. Ю-2. Ой, я не знаю, что с вами будет сейчас. Поэтому буду рассказывать для начала медленно. Солист Боно, которого многие из вас хорошо знают. Его фан, наш бывший президент, ныне премьер. Он всегда выходил на сцену в любой точке мира. У них у каждого есть такая своя легенда. Он делает вид, что он гринписовец. Он должен себя из себя корчить благотворительно. Не такого международного масштаба. И он все концерты начинал так. Выходит и делает так. Щёлкает вот так вот. И во всём мире это проходилось, потому что он говорил щёлкой следующее. Каждый раз, когда я делаю вот так вот, в Африке от голода умирает один человек. Я не знаю, что с вами будет. Во всём мире это принимали, плакали. Только в русском зале мужик пьяный орёт. Прекрати немедленно, убийца. Ой, у моей подруги элитная маленькая собачка. Из тех пушистых с бантиком и злых, как точно пишет. В питомнике им на живот ставят клеймо в виде тату. Однажды мы с подругой сидели на лавочке. К нам подошёл мужик весь в жутких татуировках. Естественно, собака начала лаять. Мужик с перекошенной мордой, зверским криком. Убью! Убью! Схватил собаку за шиворот. Поднял от земли. Но увидел её живот. Тату заулыбал, зазгал. Сидела. Убежала. Вот почему наш народ непобедим. Ой, а это моя любимая история. А гаишник мне её рассказал. Он дежурит при выезде из туннеля в Крылатском. Вы представляете? Я хотел, говорит он мне, вам эту историю рассказать. И тут как раз вот вы мне и попались. Он даже не обратил внимания, что... Он забыл, что нарушили мы правила с водителем. И рассказывает мне историю. Представляете? Из Таганрога девушка на Порше выезжает из туннеля, а у неё фары не включены. На Порше должны включаться фары автоматически. Ну я её тормознул. Как вы говорите, за рулём блондинозавр. Он мне говорит. И говорю, вы почему не включили свет в туннеле? Я не знаю, честно. Я не буду свет. Она говорит, ты козёл, ты не видишь, что я не из Москвы. Откуда я знаю, где у вас в туннеле свет включат? Наконец, самая последняя легенда сказка. Русские ни на что не способны. Это отсталый народ. Вот у меня вопрос. А почему вы тогда скупаете наших учёных, наших хоккеистов, программистов? Даже футболистов начали скупать. У нас и так их раз-два обчёлся. И уж совсем не в непонятке Европа, почему на Евровидении последние годы всё время славянские фамилии где-то рядом с призовыми местами. И на призовых местах. Почему такая радость у нас была с Евровидением? Мы верили, наш победит. И наш победил. Ну, мы, правда, поначалу на Приходько надеялись. Но от Приходько такой реальный Приходько начался. Когда нас за 7 секунд на 82 года постарело. А у нас был засланный рыбачёк. Какая потрясающая комбинация. Русский-белорус из Норвегии на английском языке. Вот это... А в Европе не могут понять, почему действительно так вот славяне всё время побеждают. Они не могут понять, что, во-первых, наши очень способные люди. Это раз. Второе. Наши очень быстро соображают. Третье. Славяне после того, как СССР рухнул, крупой разбрызгались по всей Европе. А славяне очень патриотичны и очень любят свою родину. Особенно, когда с неё уезжают. Поэтому, если славянину надо проголосовать, он обязательно проголосует. А там ведь надо проголосовать, позвонить по правильным телефонам. А наши соображают быстро. Пока эстонец думает, кто ему понравился. Наш уже позвонил, куда надо, с шести телефонов своих. В трёх сменил карточки, позвонил ещё раз. И мало кто знает, какие призовые места вообще за последние годы наши люди получают. Конкурс в Ирландии певцов. Опять наша победила. В том конкурсе когда-то Хворостовский победил. Конкурс, Олимпиада театрального фехтования в Европе и в мире побеждают наши молодые актёры. Проводится соревнование по спортивному ориентированию. Тут вообще нам равных нет. Потому что, ну ещё бы. Там вообще с приборами надо из лесу выйти. Ну, ребят, не надо при острыхе играть на скрипке. Мы без приборов можем из лесу выйти с похмелья на запах рассола. Я был недавно в Гонконге. Вы знаете, что Диснейленда есть во многих странах. В Гонконге нет Диснейленда, там есть Ocean Park, так называемый. Тоже большая территория. Посреди территории фонтан и несколько стендов с планами. Как, куда пройти, какому вольеру, каких морских чудищ, где посмотреть. Интересно, как ходят туристы из разных стран. Психология сразу проявляется. Вот, например, китайцы. Впереди гид-китайц с флагом. Сзади весь миллиард китайцев. Плечо к плечу. Одинаково одеты. Страшная картина. Они к нам так и зайдут. Вот так вот плечо к плечу. Им даже воевать с нами не надо. Японцы. Впереди гидша, маленькая японочка с флажком. Сзади японцы. Всем своим полумиллиардом. Друг другу спинами. Всё фотографируют. Кусты, листики, сморчки, плевки, окурки. Неизвестно зачем. Фотографируют и всё. Европейцы. В частности, наблюдал за немцами. Пять человек немцев. Хотят посмотреть панд. Панды очень редкое для зоопарков животное. Что делают немцы? Они идут к плану. Да? Нашему даже на ум не придёт это. А эти стоят, зарисовывают план. Я воль, я воль, я воль. Зарисовали. Даст из фантастов, слышишь, и пошли. Панды. Наши. Я так кепочку надвинул, чтобы меня не узнавали. Рожу скривил. Один только сказал. Такой урод, но задорно похож. Но никому же на ум не могло прийти, что я наблюдаю. Наши. Тоже хотят посмотреть панд. Редчайшие животные. Даже мысляшки не шевельнётся посмотреть на план. Я когда нашим рассказывал это, мне все сказали. Да мне бы тоже в голову не пришло. Они спорят, как пройти к пандам. Стоят в трёх метрах от плана. Ну как этот народ может жить хорошо? Одна наиболее настойчивая говорит. Туда! Мужик спрашивает. Почему ты так думаешь? Она говорит. Там пингвины. Какая связь. Почему? И они идут смотреть панд по направлению к пингвинам. Вот. Вернулись. А ты как думаешь? Три раза ходили в разных направлениях. Возвращались. Зато нас нельзя победить. Поэтому немцы не могут у нас выиграть ни одной войны. А вот представьте себе. Немцы выкрали план наступления российских войск. И чё? Там чётко сказано. В пять утра наступление с Юго-Востока. И чё? Наши вы проснулись в три. Говорят. Чё-то делать нечего. Пойдём фрицев побьём. А откуда мы должны наступать? С Юго-Востока. Как ты думаешь, где Юго-Восток? Взглянуть на компас ведь в башку не придёт когда. По-моему там. Ты думаешь? Да, я уверен. Уверен? Да. И с севера-юга начинается наступление в три утра. Мы уникальный народ. Мы ничего не боимся. Даже того, что нас могут завоевать. Нам даже интересно. Если они нас завоюют, как они у нас выживут? Вот город Благовещенск. Мне надо выйти в интернет. Ах, интернет тормозит. Он срабатывает. Он думает со скоростью эстонца теросклеротика. Я подхожу к администрации. К администратору в гостинице. Спрашиваю, где-то есть быстро срабатывающий интернет? Она говорит, есть. Готовы? Но туда на машине не проехать. Гениальный ответ. Гениальный. Ну, как бы я это узнал, живя в Москве? Я говорю, а на лошади? Ну, просто я люблю так, седлу ноутбук. И в ботфортах с ноутбуком. И при этом, вот почему меня это... На какие размышления этот случай натолкнул? Как наши могут программисты побеждать в Олимпиадах программистов уже пятый год в мире? Если у нас интернет не срабатывает? Если не у всех есть ноутбуки? И я одному американцу говорю, наши хакеры, между прочим, самые опасные в мире, чтобы вы знали. Их боятся даже в ЦРУ. Что какой-то пацан в какой-нибудь деревне Шпикуловке, лёжа на русской печке, взломает защиту, потому что бабушка, причём на компьютере поколения до Куликовского сражения. Ну, ладно, ну, он... Это мне один парень сказал в Забайкалье, говорит, да у меня старый компьютер, а работает хорошо. Я говорю, а почему? Он говорит, да не знаю, наверное, потому что бабушка на крещение полила святой водой. Я ему говорю, у тебя особый компьютер, двухвёдерный. Чё, нормальная шутка, я сам тогда тащился от этого. Вот. И вот у меня был разговор с одним американцем после этого. И, ой, вот это мне... Это... У меня было наслаждение вести его в ступор. И я об этом расскажу. Я ему говорю, американцу, не надо с нами воевать, не надо. У вас больше авианосцев, да. У вас больше пушек, ракет и больше самолётов, бесспорно. Железа у вас больше. Но у вас все планы и стратегические, и тактические в железной памяти в компьютерах. У вас все данные обо всем вашем вооружении. Только вы что-то замутите. Как... Как какой-нибудь... Подросток. Из деревни Нижней Кошмаровки. Взломает файлы ЦРУ. Да не потому, что он патриот, а чтобы приколоться, понимаете. И вечером хоровод будет в этой деревне. От счастья, что американские ракеты полетели по адресу отправителя. Американец побагровел. Говорит, и мы можем ваши файлы взломать. Хе-хе-хе-хе. Я им говорю, вот тебе. Ну, показал так, чтобы он не видел, вот так сам себе. Я говорю, никогда ваши люди не взломают наши файлы. Никогда наших планов не узнают. Он говорит, почему? Я говорю, потому что наши генералы рисуют планы карандашами, понимаете. На бумажках. И хранят в сейфе. В сейф проникнуть невозможно. Его охраняет ГБшник, которому 123 года. Он еще из самодельной рогатки два истребителя сбил во время ледового побоища. Потопил собственными руками пять подводных лодок. Даже если какой-нибудь Бэтмен или Человек-паук, или Человек-козел проскользнет мимо него, то от старшего лейтенанта-уборщицы тети Дуси, он уже не спрячется, а тетя Дуся вооружена лазерной шваброй. И квантовым ведром. А почему сейф охраняется с такой тщательностью? Не потому что там планы. Нет. Там шкалик самогона. И кусочек сальца, который генералу прислала мама, чтобы он не забывал свою родину, как никогда. И вдобавок он побагровел. Америкос побагровел. Я думаю, надо добить его. И добил классно. Я говорю, кроме того, вы еще и не бойцы. И в поле с нами не надо сражаться. Вы хороши бойцы в голливудских кино. А у вас гамбургер у десантника вынешь из рюкзака? Он не боец. А если он еще туалетную бумагу потеряет? Он вообще сражаться не сможет. Вот захожу в бутик Ферре. Будка Ферре. Говорю, последний прикид дайте. Мне дают. Ну вот, честное слово, в ПТУ носили у нас. Один к одному. Стоило 10 рублей 12 копеек вот эта форма. Это роба практически. И шов такой же. Я надел, смотрю на себя в зеркало, мастер-наладчик фрезерных станков. Только у нашего еще начальника цеха карандаш был вот так вот за ухо. Я подзываю эту, без чувства юмора. Говорю ей, продавщице, карандаш можно попросить? Она же дуреха не знает, что я делать буду. Я положил карандаш за ухо, вот так вот стою. Секретарь порткома. Она же не понимает моей иронии, говорит, «Как вам идет?» Я говорю, а карандаш, карандаш тоже подходит. Говорит, если купите весь костюм, мы вам карандаш презентуем. Я говорю, ну спасибо. Ну ради карандаша, конечно. Та же ситуация с женской одеждой. С чего наши женщины решили? Что им идет то, что носят модели на Западе. Наша женщина дородная. Это означает дородов предназначенная. Модель недородная. Кого она может скормить грудью? Скажите. Только своего спонсора. У нее не грудь, у нее двухкнопочный калькулятор. И когда она надевает топчик, я опять на себе, значит, ей это нормально. И не зунчик ей нормально. Потому что если, вот, вот, когда даже неизвестно не то, что где он кончается, где он начинается, неизвестно. Потому что если у модели видна косточка, не страшно. Одной костью больше видно, ничего страшного. Ну, когда наша надевает два бивня, и она приплющит этим итальянским топчиком себе все, это как, знаете, как вот чемодан наложит гору, а потом крышкой так, бум, и примнут это все. И она надевает и думает, что она красота. Так, мы живем на севере, нам вообще это нашим женщинам противопоказано. Почему? Да потому что тут перетянуто, здесь голое вот это место. А на севере, где холодно, жир начинает скапливаться. Жир, защита от холода. Это надо понять. И в результате тут перетянуто, тут перетянуто, охотничья колбаска идет. А тут спасательный круг такой. Бросишь воду, не потонет никогда. Они на западе даже, чтобы поехать на рыбалку, экзамен сдают предварительно. Ответить на вопросы должны, как насадить червячка на крючочек, чтобы червячок не получил инфаркт. А меня возили на охоту с душой в Красноярске, с вертолетов на тушканчиков из ракетниц. Как бы мы не подражали Америке, вот моя точка зрения, мы никогда не станем похожими на западных людей. Знаете почему? Выручит русский язык. Моя знакомая водила в отрядюковки шведов и говорила им, пойдемте в следующий зал. Козлики мои. Сколько ласки в этом. Шведы спросили, чего она приговаривает? Переводчица не смогла перевести, потому что у них нет ласкательных суффиксов. Как смогла, так перевела. Сказала, она вас называет ласково небольшими козлами. Один из выводов, что Земля дала славянским народам особую энергию души и надеется сейчас на нас, потому что сегодня главный конфликт не между народами, не между конфессиями, главный конфликт на Земле, между душою и туловищем, между сердцем и умом, между любовью и нефтью. А у нас сбилась программа и мы лишились логики. Человек приходит в магазин, спрашивает при мне, у вас есть безалкогольное пиво? Ему говорят, да. Он говорит, тогда две бутылки водки. Объясните, в чем логика? Программа сбилась настолько, что порой, когда разговариваешь с нашим человеком, хочется ему сначала в лоб дать, восстановить логику. Как по компьютеру, чтобы он встал на место, чтобы это все. У официантки спрашивают, йогурт свежий? Она говорит, грушовый. А я тебя не спрашивал, какой йогурт? У администратора в гостинице спрашиваю, море тепло? Он говорит, тут рядом. Я не спрашивал тебя, где море? Выезжаю еще из одного номера, потому что даже зеркала нет. В гостинице в номере нет зеркала. Картонка одна осталась. Вот что нарисуешь, что видишь, когда смотришь. Я говорю, я уезжаю, у вас даже зеркало вы не починили. Мне говорят, ну зато мы вам второй стул принесли. Это как может сочетаться? Переехал в номер, где есть кондиционеры, но поставлены эти кондиционеры в номере с русской логикой, над кроватью, понятно, дует прямо тебе в голову, вот прямо под одеяло. Я весь закутался, весь вот так вот, приятно надо мной смеяться. Я только хрюкало, оставил дышало, оставил себе. Они капать начали мне, точно вот так вот. Я спрашиваю директора гостиницы, почему текут кондиционеры? Что за критические дни у них начались? Ответ такой, мог выдать только наш человек. Это в Крыму, летом. Он мне отвечает, понимаете, у нас кондиционеры на жару не рассчитаны. Да, у нас особая логика. Таксисту говорю, довези до метро, он говорит, нет, я еду дальше. Только наши люди бегут за автобусом, скакивают в автобус и спрашивают, какой номер? И пол автобуса, а черт его знает. Таможенник проверяет иностранца, говорит, «Парлево францет, да, 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 да». Он говорит, «Спрашензи дойч?» «Но, я не знаю». Он говорит, «До вы спик инглиш?» «Да». «Наши». «Хреново». «Ты зачем спрашивал это?» «Можно объяснить?» Вот что я называю сбилась программа. Особенно видно, как не умещается энергия души российская, когда наши люди попадают на запад. Я в Альпах катался на лыжах, вот за прошлом году. А в это же время в Вене отдыхала сборная нефтяников Сибири. Ребята квасили месяца два. За день до отъезда вдруг узнали, что неподалеку есть Альпы. Откуда у вас силы смеяться, а? Можете? Говорят, «Чё там делают?» Им говорят, «Катаются на лыжах». «О, нормально». У нас есть ещё один день, мы должны научиться кататься на лыжах. Наняли автобус, ехать далеко, в 6 утра выехали, в 7 утра квасить начали, в 9 проснулись, Альпы вокруг, за красоту природы, потому что разминка ж нужна ж, сейчас же учиться ж будут. Говорят немцу гиду, «Веди нас в магазин покупать омудирование». Немка продавщица закрыла бутик через 10 минут, а потому что энергии наши не выдерживает это. Они первым делом спросили у продавщицы, «Скажите, вот это на плакатах на стенах, кто нарисован у нас?» Она говорит, «Это чемпионы мира по слалому». Они говорят, «Нам всё то же самое, что на них, быстро сюда». Она говорит, «А вы умеете кататься?» «Нет, ну у нас ещё полдня, давай быстро, ты жми». И наши с нашей энергетикой начали примеряться. Начали производить примерку. Знаете, бегать друг к другу в раздевалку, в трусах, носках, в шапочках одновременно, с лыжными палками. Трусы волочатся, ой, эти носки волочатся, носки, носки волочатся, знаете, к Васе лежит. «Вонища!» У немки глаза слезятся, но она готова терпеть всё, лишь бы бабки заплатили за всё. Наконец, она дала им ботинки. Лыжный говорит, «Вам, поскольку вы первый раз, лучше в руках нести ногу». Наши говорят, «Нет, мы пойдём». В них. «Вы видели когда-нибудь падающие кегли?» Идёт немец и подбирает их, вот так вот. Они чё спрашивают, «Ты нас на крутую гору ведёшь?» Он говорит, «На крутую, на крутую». Я говорю, «Ах, хорошо, мы крутые». Ну, хватило ума у гида повести их всё-таки на пологий спуск. Всё равно, подъёмник ломался 13 раз. А наши ведь не могут сидеть 3 минуты спокойно, это бесполезно. Шило во всех местах, ведь это же... Они начинают цеплять друг друга. Это половина зрителей видели эту картинку. Спихивать палкой, знаете, вот так вот. Пока тот не упадёт, это естественно. Иначе результата нет. А немцы сразу подъёмник останавливают, ЧП, человек упал. А и тут ещё второй говорит, «Ты некрасиво упал, ты знаешь? Вот как надо, бум, и второй лежит там. И подъёмник останавливается, конечно, немцы, для немцев ЧП, для наших не ЧП. Наши знают, что догонят. Зубами подтянутся, и наших привезли на гору. С криками «Гей, хлопцы!» даже не думая поворачивать. Хорошо там сети поставлены, поскольку дети тренируются. Вы видели, как осетров вытягивают? Через 15 минут едет австрийец и складывает наших штабелями в прицеп к снегоходу. А наши довольны, говорят, никогда так не веселились. Вы знаете, мы научились кататься на лыжах практически. Вези нас в сауну. На мою беду я был в сауне в это время. А у немцев каскады саун есть в хороших гостиницах. Например, ароматическая сауна, влажная, сухая. Я был в ароматической, поскольку у нас это редкость такая сауна. Что это такое? На сковородке кориандр, корица, сверху бочка такая на компьютере, через каждые, наверное, 10 минут бочка поворачивается и поливает сковородку с кориандром и в воздухе кориандр. Был. Пока наши не пришли. Даже воспоминаний не осталось о кориандре. Они только сказали здравствуйте мне. Все. Это даже не перегар, это угарный газ пошел. Наши сразу сказали, что-то бочка медленно кровь, отца. Вот я ничего смешного вам не рассказываю. Я только рассказываю то, что вы видели собственными глазами много раз. Через два часа в остывшей сауне во энергетика сидят наши и потеют, и потеют. Им кое-как объяснили, что она сломалась, сауна. Они на мою беду и на беду немцев, которые были в бассейне, пришли в бассейн. Прежде всего, надо рассказать, что такое немцы на берегу бассейна. Немцы, полу расскажу, полу покажу. Немцы на берегу бассейна релаксируют. Музыка для верхней чакры. Не как у нас цунца-бумба, бумба-цунца, бумба-цунца, цунба-бумба, бумба-бумба. Нет, у них для верхней чакры они занимают позу лежанка под их костахондроз индивидуальный, а чочки узенькие такие модные читают. Тишина. Была. Пока наш не начал свою бабу ловить в бассейне. Боже. Брызги даже на чочках, вот на этих узеньках. А виск стоял такой, как будто всем селом забивали поросенка. Знаете, вот для вас скажу, кто там засмеялся, только наши могут в бассейне начать играть в прятки. Бедный немец, он смотрит на нас. Большинство разбежалось, один немец остался. Он потом сбежал. После того, как пришел русский ребенок. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он, этот ребенок такой, сынуля зажиточного, он такой, гитарообразной формы такой. Он стал играть в игру. Встал между немцем и бассейном. То, что я вам сейчас покажу, пожалуйста, на ночь не вспоминайте. Вам можно, нормально. Ребенок стал делать так. Между немцем и бассейном. Стоя, глядя на бассейн, стал говорить, море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, и первая фигура. Замы! У немца Паркинсон на очках начался. Он сбежал, и слава богу, потому что мальчик так булькнул в бассейн. Это такой ядреный бульк был. Чуть стекла в окнах не повышевало. Но главное, он сделал то, о чем даже неудобно рассказывать. Извините, но он, буду говорить все своими словами, обозначать буду своими словами, он... Да. Именно. Именно вот так он и поступил. И хорошо, вы меня выручили. Мне не пришлось говорить, что он помочился. Но не надо этого... Вот дети, если вы есть в зале, я вас предупреждаю, за границей этого делать не надо. Хотя я не прав, вообще-то и у нас не надо этого делать. Я ошибся, да. У нас даже в Ялте написали перед входом в бассейн в трусы не мочиться. Значит, я не могу. То есть, а без трусов, пожалуйста. Вот это ради бога. Но там добавляется в бассейн специальная жидкость. И если вы вот такое делаете, вот это вот все, это проявляется там. Мальчик стал похож на скунса, выпустившего струю. Но он, в общем, как-то не удивился, потому что он, собственно, для этого и пришел в бассейн. Он даже... Ему интересно стало. Он играть стал с этим совсем. Пытаться развеять, чтобы... чтобы другим попало это все в бассейн. Прибежал немец, дежурный администратор, и стал нашему папане рассказывать, что он не должен делать этого сынуля. Но наши, они ведь, многие, ни на одном языке даже двух слов связать не могут. Я одному нашему в Италии раз двадцать повторил, что сколько стоит по-итальянски кванта-коста. Я ему говорил кванта-коста, кванта-коста. Он пришел в магазин, сказал коза-ностра. Полицию вызвали. Думали, он представился. Наши максимально... Знаете, на какую уступку обычно идут? На Западе разговаривают с иностранцами. Они говорят... Они начинают говорить с ними по-русски медленно, но громко. Вкрикивают слова. Стоит наша туристка из Одессы, и официантки немки говорят за завтраком «Мне! Мне! Мне, мне, мне!» У той глаза кенгуру, которому асфальтирующий каток наехал на задние ноги. А наша поворачивается ко мне и говорит «А вы правы, они тупые!» Вы знаете? И говорит ей «Сосисько!» «Ты не понимаешь?» «Сосисько!» А наши еще когда не могут кричать, они показывать начинают. «Сосисько!» Смотри! Вот так вот, смотри! Вот так вилка! Вот это сосиско! Кое-как немцу удалось показать папане, что не должен делать сынуля. Я горжусь нашими. Что сделал папаня? Вот такого этот администратор, немец, никогда не видел. Наш папаня вынул 100 долларов и дал немцу. Все. Из плавок. Только наши из мокрых плавок мокрые доллары вынимают. А что сделал немец? Разрешил. Он в жизни думал, что можно раззарабатывать 100 долларов, можно заработать таким способом. И на следующий день даже уговаривал мальчика снова это сделать. И поил бесплатно фанты. А вечером я нашими гордился. наши поили немцев в баре. И весь отель немецкий сбежался пить на халяву. Наши все-таки ребята очень щедрые. И они рассказывали немцам языком полужестов, полуглавных слов, что их мороз это ерунда по сравнению с морозом в Тобольске. Потому что в Тобольске они пытались дальше жестами изобразить, когда плюнешь ледышка падает. Вы можете это изобразить жестом, нет? Они делали вдвоем это пантомима детского сада. Они делали бррррр вдвоем. Синхронное плавание. Бррррр. Пу-пу. Бздынь-бздынь. И у них нельзя так острить, как вот я острил, допустим, в детстве. Приду в канцелярский магазин, спрошу, там чернила для восьмого класса. Есть там, допустим, и у нас же сразу зорнинка в глазу говорит, садите завтра, может быть, завезут. Разговор дурацкий, но с флером. Кстати, вот вы про эстонца написали. Страны Балтии пошли путем развития западных стран. Все. Чувство юмора и не ночевало как будто никогда. Ведь я пытался с эстонцами шутить. И на границе тоже. У меня были подобные случаи. Невозможно. Не надо. И не подражайте мне. Я рассказывал, по телевидению о том, как я шучу на границах, казусы происходят. Люди некоторые думают, что это можно. Нельзя. Я немцу сказал, наркотики я дома оставил. И они меня долго допрашивали, где дом, там улица, в каком месте наркотики лежит. И объяснить, что я шучу, это невозможно. У них нет чувства юмора. Я позвал официантку в Одессе, говорю, принесите вторую порцию пельменей. Она говорит, вам мало ли вам понравилось. Вот объясните, почему вы смеетесь? Да потому, что смешно и все, это необъяснимо. А спросите у немца, вам мало ли вам понравилось, он скажет, или мало ли понравилось. Он не видит в этом юмора никакого. Им нужно, чтобы человек кривлялся, рожи строил. Да, тогда с юмором, всерьез, это невозможно. Тут один поехал в Молдавию и решил побыть за дорого. У меня сейчас письма приходят, что я научил неправильно шутить на границе. Конечно, казусы разные. Его спрашивают, а еще есть документы? Он говорит, есть. И дал Американ Экспресс, значит, пошутить решил, кредитку. Тот смотрел, смотрел, говорит, фотографии нет. А наш нашелся, говорит, а вот же фотография. А там, знаете, такой мужик в шлеме, вот этот вот. Тот говорит, не похож. Вызвал второго, они вдвоем решили, что он не похож. Значит, вдвоем решали. А еще один поехал, его спрашивает, тоже где-то на границе с какой-то страной СНГ, спрашивает, наркотики есть? Он говорит, да вообще травка есть. А он герболайф вез. И, говорит, покажи, разрешение должно быть. Тут ему герболайф достает, там написано, герболайф. Тут прочитал, говорит, а что такое балайф? Вообще, с ними шутить невозможно. Я эстонцу недавно, кто меня дернул за язык. Эстонец меня спрашивает, ваша цель приезда? Ну, какая у меня цель приезда, может быть? Я ему говорю, заказное убийство. Мне это надо было? Они собрались, раскрыли все мои чемоданы, все переворшили, чем убивать, когда убивать, где оружие? Я говорю, ручкой. Авторучкой. Они разобрали мои авторучки. Вообще, с эстонцами невозможно шутить. Хуже, шутить только в Швейцарии. Вот, ну, Швейцария, это вообще особый народ, я вам должен сказать. Я пытался с одной продавщицей в Швейцарии пошутить по-английски, она по-английски так понимает. Я говорю, у вас туфли очень дорогие. Она говорит, ты что? Я говорю, продайте одну. Она говорит, ну, вообще-то так, мы ни разу не продавали. Я говорю, ну, не улыбнется, ничего. Я думаю, она меня разыгрывает, или я ее, я что-то не понимаю. Я говорю, ну, это дорого, две, я одну хочу, у меня на одну есть деньги, а у вас все равно никто ничего не покупает. Она говорит, а как же вы наденете? Я говорю, как, ну, вот, ложечкой, я ложечкой надену. Она говорит, как, и на правую, а левую? Я говорю, левую подогну, и буду вот так стоять. У меня сегодня прием, я на прием так приду, встану. Она говорит, а что мы с левой делать будем? Я говорю, а левую еще кому-нибудь продадите? Придет, вы скажете, вам не надо на левую ногу. И я, разговор двух идиотов, совершенно, я не знаю, как выкрутиться. Я ей говорю, она говорит, мы не можем продать. Я говорю, пойдите администратору скажите, может он разрешит. Она пошла, спрашивает разрешение продать одну туплю. Вот это цивилизованные страны. Я зарекся с ними шутить, после того, как летел над Африкой 8 часов Люфтганзой. Немка, стюардесса, утро над Африкой, ночь прошла в самолете. Красота! Думаю, надо размять мозг, и мне ей, я же не знал, что ей нечего разминать. И я его подозвал, говорю, будьте добры, утренние газеты есть? Улыбаясь по Корнеге. Знаете, я как они веду себя у них. С утра трусы, улыбку. Она мне говорит, сейчас пойду узнаю. Ой, робот совершеннейший. Наша человек, нашу позовешь, стюардесса, говоришь, там дует из окошка, закройте форточку с той стороны. Сразу включается, ща тебе летчик придет, забьет это все гвоздями. Гвоздями. Наша искренняя. Это возвращается. Знаете, что мне говорит? Нету. Газета утренних. Я говорю, почему? Знаете, что она мне говорит? Потому что мы летим на самолете. Она мне рассказывает это. Удивительно. И вот в Эстонии, я над ними все шучу, но это уже грустно. Я пришел на рынок, стоит такая женщина, националистка явная, по челюсти видно, такая подуздоватая. И я говорю, арбузы мясные? Она говорит, да! Знаете, такой протест против русских. Это как в Америке. Я остановил женщину, спрашиваю, извините, я правильно иду? Да. Я говорю, а посолы дети? Живешь среди одноклеточных роботов просто. А в интернете такое количество новых оскорблений, как у нас, ну нет в мире такого, на наших форумах такое количество троллей, это представить не могут даже в Скандинавии. «Втопчи себя в монитор у дот, мышка ты драная, а ты выкидыш Касперского, а ты сморчок гексанутый, а ты не слюняв монитор у блюжонок, автор, убей себя об стену, на кого шуршишь, пакетик, фили... «Народ в теме!» Когда Пётр Налич занял 11 место на Евровидении, я вышел на один форум почитать, что о нём пишет молодёжь. Я зачитаю вам. Первый. Кто послал от России этих небритых албанцев? Второй. Чё топишь, тварь? Налич белорус. Третий. Если Налич белорус, то Лукашенко рови на детской синагоге. Евровидение обсуждают. Нормально? Четвёртый. Вы все дебилоиды. Надо было послать Анну Семенович. Пятый. Если бы поехала Семенович, это было бы еврощупанье. Следующий. Чё умничаешь? Еврей, что ли? Следующий. А ты чё печатаешь латиницей? Латинос, что ли? Слышь, козлина, скажи мне свой адрес. Я ща подъеду. Да без проблем. Apple Street 12 Лос-Анджелес. Подплывай. Ещё один включается. Прав, жирик. Америку пора дрючать. Налича обсуждаю. На Евровидении. В беседу включается юзер с ником Черный Ангел 666. Да успокойтесь, люди, всё равно скоро конец света. Кто-то. Да в гробу я тебя видел. Черный Ангел, ты заходил в мой фотоальбом? Какая-то девушка. Хочешь зайти в мой фотоальбом? Отправь смс на номер такой-то. Кавказец. Привет, красавец. Так и пишет с акцентом. Давай встретимся. Девушка. Хочешь встретиться? Отправь смс на номер такой-то. Кавказец. Отправил. Когда встретимся? Девушка. Когда хочешь сейчас? Apple Street 12 Лос-Анджелес. Подплывай. У меня, естественно, много друзей в разных странах. И вот одна строительная фирма в Израиле, которую возглавляет наш бывший советский гражданин, иммигрант. И они строили что-то не только в России, но и в Туркмении. И они приехали проверять уже из России, в Туркмению, проверять стройку. Возглавлял эту всю делегацию наш. Они подъехали к границе. Ну, границу надо описать. Я просто сам видел эту границу. Значит, там шлагбаум, а неподалеку от шлагбаума пограничный пункт. Стол в поле. За столом сидит пограничник. У него веревочка к шлагбауму. Лампа на случай вечера на столе. И кабель в соседнюю деревню, туда через поле протянут. Ну, он говорит, вау, окей, он же пограничник, он уже насмотрелся западных фильмов. Все это, вот. И подходит, значит, наш бывший, а эти трое настоящих коренных израилетян сидят в джипе. Наш дает ему паспорта, я так улыбаюсь, просто предвкушаю. И подает первым свой паспорт. Пограничник. У него вместо компьютера амбарная книга. Он все туда тщательно записывает. Записав фамилию, имя, гражданство, Израиль, так пишет, гражданство, Израиль, он дошел до графы национальность и спрашивает гордо, национальность. Кто? Наш, мол, у нас же деревянный. Кем может быть гражданин Израиля по национальности? Говорит, еврей. Так, окей. Открыл второй паспорт, записал, еврей, открыл второй паспорт, дошел до графы национальность и снова спрашивает, национальность. Кто? Тут наш, чтобы лишний раз не раздражаться, решил пошутить. Кто-кто? Негр. И ждет, когда тот улыбнется. Тот абсолютно не улыбается. Говорит, окей. И в графу национальность у нашего становятся глаза, глаза человека, который поел дрожжей и сел на отопление. Потому что этот пишет в графе национальность негр. АПЛОДИСМЕНТЫ смотрит следующий паспорт и наш думает, что же он на этот раз задаст. Но он даже не мог наш предположить, как сформулирует пограничник свой вопрос. Национальность, еврей или негр? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Тут уже нас решил приколоться по полной программе. Говорит, ни то, ни другое. Этот по национальности ДРЫЛ. Ну, у погранца лицо удивленное, как у ботаника, увидевшего в сачке птеродактиля. Говорит, ВАУ! ДРЫЛ! А что такое ДРЫЛ? Она же ему говорит, это у нас в Израиле национальное меньшинство есть такое? ДРЫЛы? ДРЫЛы очень умные, начальниками все работают. И пограничники ДРЫЛы есть. У нас в какую фирму сейчас не зайдешь, все ДРЫЛы. Мафия ДРЫЛов. ВАУ! Говорит, мафия! Понимаю. Открывает четвертый паспорт. Тут наш взял инициативу в руки, не стал ожидать банального вопроса, говорит, а этот по национальности пиши, гнява. Тоже национальное меньшинство. Их в мире не больше тысячи гняв осталось. Да, вымирающая нация. Очень редкий экземпляр. Охраняется государством. Ну, гнявы, понимаешь, редкие. Тот говорит, ВАУ! Слушай, а можно посмотреть на гняву? Ну, наш, говорит, конечно, пойдем. Подводит в джипу, говорит, Вот! Тот говорит, это гнява. Говорит, гнява. Хеллоу, гнява. Больше всех удивились израилетяне. Вот эти, говорит. Потому что, говорит, а вот это ДРЫЛ, ДРЫЛ, хеллоу, ВАУ! А эти удивляются, они же не знают, что их не больше тысячи гняв осталось. А теперь представьте себе, в результате всей этой процедуры, в совершенно официальном документе, под названием КНИГА РЕГИСТРАЦИИ ИНОСТРАНЫХ ГРАЖДАННО, появилась поистине хватающая за душу запись. Я не могу это читать. Алекс Бродский, Гражданство Израиля, национальность еврей. Хайм Фишман, Гражданство Израиля, национальность негр. Мойся Рубинштейн, национальность ДРЫЛ, ШЛЕВА ГОЛЬДССМИТ, национальность ГНЯВА. И под этой безумной бредятины красовалась подпись «Начальник смены, старший сержант Дурдыев». Так и хотелось приписать национальность Пограничник и добавить «Вауа». Мне один японец хабаровский, мы подружились, он хозяин ресторана японского, он говорит «Я в Японию никогда не поеду больше. Я женился на русской, мне так нравится здесь». Он говорит «У вас интересно». Понимаете, я поговорив с ним, сделал вывод. Вот разница. Действительно, японцы приезжают в Россию, им очень здесь нравится. Там быт, тут жизнь. особенно если они на русских женятся у них адреналин каждый день вырабатывается так как жизни до этого не рабатывался суммарно никогда разница между русским и японцам горжусь этой формулой которую заметил японец из любого секса может устроить чипите русские наоборот у них до чая не дойдет никогда этот японец ехал в поезде он мне столько на рассказал я потом записывал он хорошо по-русски говорит потому что он женился на русской а русская же японских жизни выучит ему приходится русской учить и он ездит по городам открывает свои рестораны и вот он ехал в поезде он говорит только русский могли догадаться в японцам не догадались гонки мобильных телефонов устраивает то есть кладут на наклонную плоскость телефон ставит его на вибра на вибро режим звонят одновременно на свои телефоны с других телефонов те сдвигаются с места по наклонной и эти болеют быстрее быстрее каждую застройку для японцы это куку полное потом наши стали играть соседнем купе в карты на фанты желание загадать такая как у русского пьяного фантазия у японца никогда не разыграются ты проиграл тебе три раза поцеловать электрическую розетку в засос японец видит как наш становится на карачке и присасывается и бойц понятия не может они что заряжаются таким образом как батарейки японские а уже ночью деваха проиграла и в общем загадали банально кукарет внутри раза под столом но в соседнем купе там японец ехал представляете ночь заходит бобец такой говорит ня 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 якобы по-японски ня 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 когда он мне рассказал историю как они летели к ее к родителям его жены вот тут я смеялся не меньше вас всех вместе взятых во-первых у него адреналин там в один провинциальный город у него адреналин вы выделился уже в аэропорту когда он видел самолет як 40 он пытался найти ножки у него ему показали что мол есть на что приземлиться и когда самолет взвал воздух сначала все было хорошо но потом вдруг самолет стал зависать падать наклоняться правым бортом лев и ужас охватил всех сидящих в салоне ужас и кто-то звонит по телефону кто-то бледнеет кто-то просит вмазать сакан водки напоследок ужас потому что самолет выравнивать только в россии выравнивается летит открывается кабина пилота сейчас максимально вздохните воздуха в грудь и это только в россии вот такая харизма первого пилота и спрашивает ну чё ребята козлов на поляне видели он козлов показывает его восторг захватил козлы покажу пацана ты хотя бы предупредил я подо я почему поверил со мной подобные случаи были жизни я на баме был несколько раз и однажды мы возвращались с бама с агитбригадой мы ехали 11 дней это было страшно но понимаете что хочется когда жара водки поезд стоит на станции как раз родины евтушенко зима такой это вот такой как полустанок стоит пять минут я говорю проводницы я за водкой сгоняю 5 минут стоит я говорю я тебе дам две бутылки подержу бой я вернулся 7 бутылок водки купил дал ей она держала 24 минуты поезд за две бутылки водки в мире это невозможно я и дал две бутылки водки 2 послал машинистам она поезд держала потому что это коняна с какой-то фу по сравнению с этим она отнесла машинистам приходит машинисты сказали остановят в любом месте где в бутылке он он и и он и и и и Субтитры сделал DimaTorzok